Здравствуйте, дорогие читатели! Подростковый возраст полон противоречий. Именно в этот переходный период теряется связь в отношениях взрослых и детей. Ребенок становится грубым, растет недосказанность, появляется отчужденность. Кому обратиться за помощью? Конечно же, к психологу. Здравствуйте, Анна Таляна Таляна. Здравствуйте. Я психолог 4-й детской поликлиники. И в течение своей работы родители часто беспокоятся о приведении своих детей и подростков и обращаются за консультацией по поводу различных ситуаций. А кто к вам обращается чаще? Родители или подростки? Одинаково. Иногда и родители приводят подростков, а иногда и подростки сами приходят. То есть не могу сказать, что кто-то больше, кто-то меньше. Одинаково. Ну тогда у меня такой вопрос. Какие бы вы советы дали родителям, подросткам, когда появляется проблема нарушения взаимоотношений между ними? Для родителей понимать, что подросток уже чувствует себя взрослым человеком и со своими желаниями, особенностями, намерениями. И поэтому важно учиться его отпускать, позволять ему самому принимать решения, но в то же время учиться развивать в подростке ответственность, чтобы подросток чувствовал, что его решение – это и последствия, и последствия его решения тоже его ответственность. То есть он решил, он принял, и, соответственно, ему дальше с этим жить, разбираться, да, как нам. Ну, следующий момент, конечно, учиться отступать, может быть, то есть сформулировать свои какие-то пожелания для подростка, и дать ему время подумать, выбрать, не ходить постоянно за ним, как за малышом, не контролировать, да, постоянно. Вот, учиться говорить о своих эмоциях, переживаниях, да, что нравится родителям, что не нравится, потому что личностные особенности могут быть разные, подросток, может быть, там, предпочитает одни какие-то виды, да, занятия, деятельности, способ решения проблемных ситуаций, а родители – по-другому, да, другая личность. Раздражение тогда появляется, по-другому родителям даже, да. Вот, то есть важно родителю свои эмоции, тоже подростку доносить, показывать, что я такой же человек, и вот, ну, у меня так же, может быть, неприятно, как и тебе, в какой-то ситуации, чтобы подросток учился и чувства родителей понимать. Вот такие основные три момента, то есть ответственность, оправа выбора и свои эмоции. Наталья Николаевна, наверное, вот в этот период для подростка больше влияние, да, на подростка больше влияние оказывают его сверстники. Он подвержен, и зависит его поведение от высказываний таких же подростков, как и он. И когда он встречает сопротивление, можно сказать, родителей, то вот там же появляются вот эти вот конфликты все. Ну, есть такое там мнение, что для подростка важно одобрение группы его возрастной, поэтому важно направлять ребенка, да, в какие-то, ну, безопасные группы, кружки, студии творческие, да, где он будет, с кем поведешься, от того и наберешься, да, где он будет ценности укреплять такие положительные. Вот, но, конечно, иногда родители переоценивают вот тоже влияние группы, потому что подросток, ну, все дети разные, и не хочет подросток быть тем, кем управляют, даже сверстники. Поэтому все равно свое мнение личное лучше сформировать, и, может быть, он и подражает где-то группе, но иногда это делает критично очень, а родители боятся, что он полностью зависит от группы. То есть, конечно, группа влияет, для подростка важно быть признанным, но в то же время подросток имеет свое личное мнение, он думает сам, и родителям важно тоже это укреплять, что ты сам решаешь идти за всеми, или идти туда, куда ты считаешь, да, более безопасным, да, более важным. То есть, насколько я поняла, для ребенка, чтобы наладить, да, отношения со своими родителями, нужно как-то прислушиваться к мнению, да, к мнению, а родителям в то же время, они должны как-то или понимать, или, ну, не воспитывать это, ходить вот... Да, без давления, да, не давить. Без давления. Очень важно родителям быть более мудрыми, более взрослыми в личностном плане, чем подросток. То есть, по возрасту родители, конечно, старше, вот, но по личностным таким моментам родители тоже могут быть весьма такими подростками, да, шарящими и командующими, да, поэтому важно, чтобы родители учились видеть своего ребенка, хорошо, как сказали, да, понимать, не переносить свои качества, что когда я был в возрасте подростка, я вот там, да, что-то пробовал опасное, значит, и мой ребенок будет, да, это делать, учились видеть в ребенке личность самостоятельно и выходить за свои стереотипы какие-то, то есть, вот, могли общаться именно с ребенком, с подростком, как с личностью растущей, а не с своей маленькой копией, которая будет наступать там на те же грабли. А вот меня пугает этот вопрос, получается, что родители должны во многом идти на поводу у подростка. А почему он, если на поводу? А потому что подросток, это довольно-таки свои требования в этот период, как он выделяет, он там устанавливает большие. Да, вы про другое говорите, то есть, если родитель понимает особенности подростка, это не значит, что он идет на поводу и все удовлетворяет. Да, вот это опасно. То есть важно, чтобы родитель не переносил на подростка свои личные особенности, понимаете? Тогда он будет понимать, тогда он будет видеть, с кем он общается. Чтобы родитель не шел по стереотипу, я в 15 лет что-то опасное пробовал, значит, мой сын или моя дочь тоже в 15 лет будет это опасное пробовать. Это стереотип, он не работает. Важно, чтобы родитель видел в своем ребенке, склонен он к тому же, к чему он склонен, к тому же, к чему и сам родитель в этом возрасте, или это совершенно другой тип и нервной системы, и личности, и мировоззрения. То есть чтобы родитель учился строить диалог именно с человеком в ребенке своем. Я думаю, что ваша информация будет очень актуальна и для родителей, и для взрослых, и для наших читателей. А теперь мы приглашаем вас в нашу библиотеку и предлагаем вам познакомиться с книгами, которые также помогут вам наладить отношения с вашими детьми и подростками. Ирма Штайн Выходки вашего ребенка сводят вас с ума, вас раздражает его непослушание, его лентяйство, неряшество, грубость. Вы не знаете, как с ним бороться. Автор этой книги утверждает, что с ребенком и не надо бороться, нужно с ним правильно по-человечески общаться. И она дает шесть главных правил. Книга научит вас, как навалить с ребенком диалог, как убедить его убирать за собой, как приучать дисциплине, как научить самостоятельности и как узнать, чего он действительно хочет и о чем он думает. И принципы общения, изложенные в этой книге, уже помогли миллионам читателей, миллионам родителей по всему миру решить проблему в взаимоотношениях с подростками, со своими детьми. Книга Екатерины Вадимовны Мурашовой «Ваш непонятный ребенок». Екатерина Вадимовна, детский психолог, долгое время работала в одной из детских поликлиник в Санкт-Петербурге, где ей постоянно приходилось встречаться с проблемами детей и взрослых. Одно из неоспоримых достоинств этой книги – это удивительное сочетание серьезного профессионального подхода и блестящего изложения этой книги. Автор как раз и опирается на богатый, накопленный опыт работы с детьми. Вся суть книги Екатерины Мурашовой – это помочь современному родителю, решая конкретную задачу, найти общий язык со своим ребенком. И часто обучение это начинается с самых простых истин, которые представлены в ее книге. Галина Парханчук, доктор психологических наук, профессор. В своей книге «Общаться с ребенком как» – книга для умных родителей. Она рассказывает о том, как найти общий язык с подростками и сохранить с ними хорошее взаимоотношение. Но книга эта уникальна еще и потому, что помимо каких-то правил, каких-то советов о том, как наладить взаимоотношения, здесь дан богатый практический материал. Здесь, например, много приложений, сам себе психолог, да, приведены тесты, которые позволят родителям найти, выявить скрытые проблемы и найти пути их решения. Книга отличается огромным объемом, да, практической информацией, а также легким и доверительным стилем. Майя Ивановна Лисина «Формирование личности ребенка в общении». В этой книге автор утверждает, что ребенок – это личность, это самостоятельный человек, который тоже имеет право на жизнь, на свое мнение. И вот родителям нужно принимать его таким, какой он есть. А вот замечательные книги Алексина я советую прочитать как родителям, так и их подросткам. В своих повестях Анатолий Алексин рассказывает о том, как герои, юный герой, зачастую встречается со взрослыми проблемами. И как ребенку очень тяжело одному разрешить их. «Семья – это крохотная страна, и радости наши произрастают, когда подготовленный грунт бросают лишь самые добрые семена» – Эдуард Асадов. «Так давайте мы с вами сегодня сделаем шаги навстречу друг другу, потому что это важно обеим сторонам. Ведь всем хочется, чтобы, прийдя домой, там царил мир и уют, и тебя принимали таким, какой ты есть». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!